Время начать велосезон По традиции она остается неизменной уже 16-й год, в последнее воскресенье апреля в 2 часа у магазина «Океан». И здесь есть ключевая цель сбора. Она приобрела смысл славной, доброй традиции, так же как Новый год или 9 мая. То есть люди, многие без напоминаний, без афиш знают, что в названное время, в названном месте энтузиасты, любители и профессионалы соберутся на велосипедах, чтобы проверить их техническое состояние предсезона и прокатиться даже больше не по улицам города, а по садоводческим товариществам. Это и есть элемент труда Сайберия, то есть маленькая борьба со стихией, с бездорожьем. И то, что вы сказали, не совсем состязательный процесс, скорее коллективный старт и коллективный финиш. Даже для тех, кто физически не сможет преодолеть маршрут в 35 километров или, предположим, двухколесный транспорт подведет, нас сопровождает порядка 12 эвакуаторов площадок, которые в случае поломки грузят велосипеды, заставляя до финиша. И все равнозначно получают подарки и призы от наших партнеров. Важно подчеркнуть, что гонка не коммерческая, не политическая. То есть спорт ради спорта, только велосипед. И, в общем-то, те, кто участвовали ранее, редко пропускают. Важно сказать, что начиналось все в далеком 2007 году с четверых друзей-любителей, которым приглянулся этот маршрут. И, следовательно, в поддержание, так сказать, сложившейся традиции мы каждый год повторяем все тоже одно самое, без изменений, не меняем даже маршрут. В общем, стабильность – признак веломастерства. В том числе, да, действительно, последнее время показывает, как все вокруг ускорилось, сколько было изменений. Но наша гонка, вне зависимости от событий и обстоятельств, то есть, как мы любим говорить, даже метеоритный дождь нас не остановит. Были действительно года, когда была пасмурная погода, сильный ветер, осадки. Да, участников было меньше, но, тем не менее, все проходили маршрут. И в финальной точке в парке Победы на холмах мы распиваем чай, что, кстати, тоже стало неотъемлемой составляющей гонки. Нас еще сопровождает порядка 4-5 машин технической поддержки, которые оснащены компрессорами и ремкомплектами для оперативного устранения неполадок. А также предоставляют горячий чай, потому что там подключены кулеры, вода, вот прочие такие нюансы. Несколько нескромно просто. Вот эти 4 человека, с которых все началось, они до сих пор во главе движения, можно сказать? Можно сказать, 3 человека, да, время от времени. То, что касается меня, действительно, могу нескромно похвастаться, ни одной гонки я не пропустил. Но, обстоятельство так сложилось, что адскими ветрами некоторых людей раскидало по иным городам. И не каждый год получалось, так сказать, у основателей участвовать в пробеге. Но, тем не менее, даже дистанционно они всегда оказывали всяческую поддержку и всегда болели и сопереживали нам. Важно также сказать, что это праздник для амичей, потому что, когда мы едем по левому берегу в районе Старого Кировска, очистки аллеи, пролегает маршрут, тоже кричат «Фискуль, привет!», встречают нас воздушными шарами, воздушными поцелуями. Это очень весело. То есть, своего рода напоминает велодемонстрацию. Ну, смотрите, ведь есть надежда, получается, что из-за того, что многие разъехались, вот это вот тур де Сибирия прорастет в других городах. Там тур де Новосибирск, не знаю, тур де Москва. Мы будем только рады. Мы не претендуем на какую-то пальм первенство или коммерческие выгоды. Это просто, как уже было сказано, славная традиция, которая абсолютно ни к чему не обязывает. И этим она и подкупает в хорошем смысле участников. Потому что чаще встречающийся вопрос, требуются ли взносы или регистрация. Ответ – нет. Достаточно прибыть в назначенное место, в назначенное время. И если в соседних городах тоже есть какие-то живописные маршруты, и люди поддержат нас, мы будем только рады. Потому что ключевые цели мероприятия, в том числе, напомнить велоучастникам о безопасности дорожного движения, то есть наличие велошлемов, соответственно, исправных технических велосипедов, что тоже может создать проблемы в дороге, ну и соблюдение правил дорожного движения, которые общие для всех, включая пешеходов, автомобилистов, мотоциклистов. А также напомнить названным категориям участников дорожного движения, что помимо их транспортных средств встречаются и велосипеды. И как мы наблюдаем, во всем мире с незапамятных времен велотуризму и велодвижению уделяется очень много внимания, создаются удобные велосипедные дорожки. И всячески это поддерживается. Потому что это прежде всего экологически безопасный, безвредный транспорт. И плюс еще это здоровье, так сказать, наших сограждан. Если можно немного о маршруте подробнее. Получается, он пролегает не только по Иртышской набережной, как обычно, но еще и пересеченную местность затрагивает, раз вы едете по СНТ. Так точно, да. Мы едем через садоводческие товарищества в районе Порт-Артура. Ну, условно говоря, Заря-2, Заря-3, Речник. Я всех названий не вспомню. Это все не случайно. На этих садоводческих товариществах проходило наше детство, потому что у многих друзей располагались там дачи. Мы еще в те времена туда плавали, на Москве, когда там стоял дебаркатер. И поэтому по знакомым местам мы проезжаем. То есть мы тем самым не создаем проблемы автомобилям на узких дорожках, а разнообразим маршрут живописными вот этими садами, пусть еще даже зелени нет. Свежий воздух, природа, опять же. Ну и насекомых нет, да. И маленько это входит в категорию оффроуд, потому что там где-то щебень, где-то немножко грязь. Спускаемся к реке, делаем там коллективную фотографию по традиции, пополняем бутылочки водой и продолжаем маршрут. То есть сады для велотуризма – это очень такая живописная локация. Название Тур де Сайберия навело меня вот на какую мысль. Это аллюзия на Тур де Франс или вот просто так красиво звучит? Оно сложилось само по себе. Вот мы группа энтузиастов, 4 человека, кто, так сказать, эту традицию посеяли. Конечно же, с детства были воодушевлены мировой известной гонкой Тур де Франс. Также у нас был альбом «Крафтсвикт» одноименный, Тур де Франс. Мы слушали эту электронную музыку и всячески подражали известным спортсменам. Но о Сайберии здесь тоже не случайно. Помимо географической принадлежности к Сибири, сам по себе маршрут вдоль правого берега реки, а далее вдоль левого берега реки и остановка в Парке Победы, окружающий мир кажется таким суровым, в хорошем смысле диким, то есть деревья еще без зелени, нет насекомых. Люди после, так сказать, зимней спячки только-только достали свои велосипеды и поэтому радуются всему, как будто первый раз сели на велосипед. Поэтому Сайберия. И третья составляющая, то есть Сайберия в нашем понимании – это суровый климат. И здесь мы тоже готовы к тому, что будет сильный ветер, осадки какие-то, как я уже говорил. Однажды в ходе нашего велопробега даже у нас на глазах тронулся лед. Мы спустились к реке, выстрелились для совместной фотокарточки и с треском тронулся лед. Это было очень красиво. А планов каких-то грандиозных по рекордам, по количеству участников, продлить маршрут, чтобы он оказался самый большой среди таких любительских велопробегов, я не знаю, по времени заезда нет? Идеи и предложений было много, но, повторюсь, наш город в связи с перегрузкой, в том числе и с Ленинградским мостом сейчас, и так достаточно проблем с дорожным движением. Поэтому мы стараемся минимизировать, так сказать, проблемы в плане движения транспорта, в том числе и по садоводческим аллеям. То есть нам приходится договариваться со старшинами садоводческих секторов, чтобы шлагбаумы были подняты и так далее и тому подобное. Идеи системно возникают по ходу новых маршрутов. Но мы их уже реализовываем по ходу последующего сезона, чем активно сообщаем в наших социальных группах. Кто-то нас поддерживает, есть и ночные вылазки, есть и дальние вылазки категории Дочирского монастыря и обратно. То есть они требуют уже более серьезной физической подготовки. И, в общем-то, люди нас поддерживают. Но здесь, повторюсь, для нас очень важно, чтобы традиция оставалась неизменна. В силу того, что время меняется очень быстро и события вокруг нас, соответственно, на этом фоне многие пытаются подыграть в своих интересах, сказать, поддержите вот одно политическое действие, другое политическое действие. Мы стараемся никого не обижать и говорить, ребят, ну это прежде всего спорт, велосипедный спорт, все остальное потом. То есть это и есть концептуальное коренное правило, которое останется неизменным как маршрут, так и традиция. И каждый раз, когда мы доезжаем до финиша, получаем памятные подарочки, угощаем участников всевозможными, так сказать, лакомствами. В том году вообще получилось очень красиво. Нас поддержал один известный ресторан и всех участников, а это было порядка 430 человек, накормили, можно сказать, царской ухой семгой. Ну, полевая кухня была куличами, яйцами и т.д. и т.п. И, повторюсь, взносов никаких не было. Но вот это все остается неизменно. В этом году мы тоже готовим сюрприз от партнеров, кто разделяет страсть к велотуризму и к мотоспорту. И тоже готовим, соответственно, сюрприз для участников. И то, что касается количества, здесь тоже невозможно определить, потому что многие люди, кто в этот же день выкатил на велосипеде, прокатиться по городу, когда видят группу велосипедистов в разноцветных одеждах, шлемах, там, не знаю, с флагами, с воздушными шарами. В костюмах, может быть. Да, были, то есть даже двойные велосипеды, там Панда ехал и Единорог, это было вообще балдово. То есть мы во главу колонны сразу такой нарядный велосипед поставили, ему весь город радовался. И, в общем-то, бывает, что стартует одно число, но финиширует совсем иное, потому что кто-то в силу рабочего времени не может до конца с нами оставаться, а гонка отнимает около четырех часов вместе с остановками, фотографиями и пополнением, так сказать, питьевой воды. И поэтому по ходу старта отстреливается, а кто-то, наоборот, уже на конечной дистанции маршрута к нам присоединяется. Поэтому и здесь критериев нет. Кто полностью маршрут прошел, кто-то на конечной фазе, да, прицепился, кто-то вообще в парке Победы катался, увидел нас, просто подъехал. Мы не делаем здесь никакой градации, от чего и нет регистрации. То есть все, кто равняется на финиш, в итоге получают памятные нашивки, наклейки, медальки и так далее, и тому подобное, которые подтверждают их участие. Но чисто человеческое восприятие такое, не как организатор, а просто как человек, который здесь наблюдает давно. Движение разрастается? Лица новые появляются? Безусловно. Лица новые появляются, и кто-то с дистанции времени сожалеет, что по тем или иным причинам не находился в городе или по состоянию здоровья не мог нас поддержать. Потому что, как я повторюсь, начиналось с четверых человек, а велогонки, которые мы проводили в 2018-2019 году, там было порядка 500 участников. И как мы наблюдаем, после того, как мы анонсируем новость, очень много положительных и счастливых отзывов наконец-то весь год ждал только этого одного события. То есть вот так вот, буквально цитирую, несколько товарищей. И как мы наблюдаем, у многих людей на социальных страничках, на аватарке стоят фотографии, еще там, скажем, в флохматых гонах 2013-го года. И мы понимаем, что для людей это настолько было радостное мероприятие, что они помнят его и не меняют даже фотографии. Я даже больше скажу, некоторые люди знакомятся, и у них потом образуются семьи, а это дорогого стоит. Дело в том, что, действительно, я вспоминаю, когда я начинал кататься, скажем, в 2006 году профессионально, и я понимал, что велосипедистов в городе немного, единомышленников тоже не с кем было поговорить, посоветоваться, как, предположим, усовершенствовать технически свой байк. А здесь это отличная социальная сфера для знакомства и расширения круга знакомств, потому что нам потом даже тоже приятно видеть, что наши нашивки, наши наклейки, у кого-то прямо там пулеметная лента, скажем, с 2015 года и по 2023, трудосиберие, трудосиберие, что он прошел все этапы. То есть это обретает какой-то смысл, значение для людей. И мы будем дальше стараться делать праздник ярче, потому что это наше дарование бескорыстно. Немножечко прагматичную тему затронем. Минимальная подготовка к заезду. Какая она должна быть? Что обязательно нужно сделать, чтобы не сойти дистанции по пути? Это очень важная тема на самом деле. Мы специально встречаемся по этому поводу даже пораньше, задолго до старта, чтобы была возможность всем элементарно подтянуть цепи и подкачать колеса. В этом нам помогает наш партнер, служба эвакуации, которая предоставляет бескорыстно машины технической помощи и сопровождение. Но порой грустно наблюдать, когда люди едва-едва приезжают на технически убитых велосипедах, которые вот-вот такое ощущение, что развалятся, и тем самым создают проблемы и задержки для гонки. Мы, конечно же, своих в пути не бросаем, всячески помогаем, в противном случае грузим и доставляем для финиша с напутствиями. Но хотелось бы, чтобы люди соблюли элементарный, так сказать, пакет технических требований. Это хорошо накачанные колеса. Прежде всего, педали будут проще крутить, натянутые цепи, чтобы они не спадали, смазанные. Соответственно, важно понимать, что человек будет находиться под открытым небом по меньшей мере 4 часа. Он тоже это должен предвидеть, прихватить с собой какую-то ветровку в рюкзак, чтобы в случае надобности можно было накинуть там или дождевичок, там кофточку какую-то теплую или сухую футболку, которую можно потом заменить на влажную. Это очень важно, потому что бывает очень сильный ветер в это время года, и я наблюдаю, что не все готовы, то есть кому-то прямо проблематично. Они начинают сожалеть, что оделись налегке или наоборот, оделись очень тепло, и не взяли рюкзак, чтобы вещи туда скинуть. Но мы всячески по мере сил, конечно же, стараемся людей поддержать. Хорошее настроение – это тоже очень важный эффект. То есть чаще всего все проходит прям, ну как радостный праздник. И, соответственно, поменьше отвлекаться на сотовые телефоны, побольше фокусироваться на дороге, то есть не отвлекаться на плееры, то есть слышать других участников и уважать всех участников, потому что некоторые начинающие велосипедисты, им буквально начинает сносить голову, им начинает казаться, что они такие невероятные, могут, там, предположим, пожилую женщину на советской камне обогнать, и им кажется, что колонна идет очень медленно, они начинаются выбиваться из линии. Мы, соответственно, силами нашего мотоклуба Mechanical Angels вытягиваем колонну, объясняем правила поведения. Я непосредственно участвую на велосипеде, всю дорогу в громкоговоритель на всех кричу, то есть чтобы соблюдали правила и не создавали никому проблем. То есть основные правила – это взаимоуважение в том числе. И вот еще одно очень важное правило, обращаясь к потенциальным участникам, никакого алкоголя категорически. То есть если мы видим, что человек пребывает в состоянии алкогольного пенения, мы провести его в воспитательную беседу, спускаем ему колесо и, соответственно, отправляем на перевоз питания, потому что это чаще всего создает очень много проблем. Многие люди ошибочно полагают, что вот если они замерзли, им достаточно пару глотков крепкого спиртного сделать, и они согреются. Но это обманчивое мнение, и я всегда говорю, ребят, у нас с собой достаточно чая заваренного. Если вы замерзли, подходите к машинам технической помощи на остановке, вам нальют чай с сахаром, выпьете стакан, согреетесь намного больше и лучше. Тем, кому безудержно охота припить спиртного, никаких проблем, но после гонки. То есть важно здесь разграничивать спорт и досуг. Спасибо большое вам за беседу. Пожалуйста, присоединяйтесь к нашей велогонке, ждем. Я напомню, в гостях у нас был председатель клуба «Механика-55», организатор традиционного велопробега «Тур-де-Сайберия» Антон Котов. Следите за эфиром Омск ТВ и оставайтесь в курсе главных событий. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok